Доброго времени уток, друзья! С вами по-прежнему Арталаски, и в этом видео я покажу, как просто можно рисовать графику для своей игры, если вы совсем новичок, или ищете простые и быстрые способы. Если вы хотите создавать приложения на Android и иметь при этом большую свободу в действиях, то советую вам обратить внимание на русскоязычный курс по созданию мобильных приложений в Android Studio. Кстати, я сейчас его тоже прохожу, изучаю ксмейл разметку, и на удивление все достаточно понятно. В рамках курса будет создано 16 приложений, одно из которых клон телеграма и ватсапа. Само собой, для моих подписчиков действует эксклюзивная скидка, которую вы найдете в описании под видео, как и ссылку на сам курс. Переходите, изучайте. Я буду рисовать всю графику для мобильной игры из этого видео на интерактивном дисплее вакуум синдек 16, не мышкой. Я начал рисовать скетчи в программе Adobe Photoshop, но подойдет абсолютно любой графический редактор. Размер документа 1920 на 1080 пикселей. Это не строгие рамки, но больше не имеет никакого смысла ставить, а меньше уже будет все-таки мелковато. Многие маленькие персонажи в игре имеют почти одинаковую основу, поэтому я просто продублировал скетч несколько раз, чтобы не рисовать его заново для каждого нового персонажа. В игре у них очень толстая обводка, но скетч я сделаю немного тоньше, чтобы посмотреть, а вдруг так будет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Затем просто поливаю базовыми цветами И беру малярную кисть, ей я отмечаю границы для заливки других цветов, это будут либо тени, либо наоборот блики. Наконец сделал более жирную обводку, чтобы как в оригинале Но все-таки мой вариант мне понравился больше. По такому же принципу я отрисовываю всех остальных персонажей. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну и конечно же заглядывайте ко мне в инстаграм. Там появилась новая информация по созданию игры за 30 тысяч рублей. С вами был Арталаски. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok